Я 40 лет отработала врачом, и, наверное, у меня не было такого удовлетворения, как сейчас. Потому что, вы понимаете, кроме здоровья у нас существует еще материальное здоровье, другое здоровье, потому что без этого очень сложно жить. И вот, наверное, вот здесь вот вкупе я могу поделиться, скажем, что я знаю, чем я богата, и в результате вот такое ощущение, что вот все мои дети, которые сейчас сидят в таком зале, это вот мои дети, это моя большая семья. Спасибо вам огромное за то, что вы есть в моей жизни. Потому что где бы я была в своей жизни, обреждая 50 лет, ну 52 года было мне, когда я обреждаю в компанию, и тогда я задумалась о том, что вообще, что будет в моей жизни, потому что моя жизнь закончилась, это было уже месяц, потому что работал на севере, там, знаете, что с 50 лет я провел эту пенсию. И везем мне определили 13 с половиной тысяч, хотя был достаточно высокий у меня доход, но почему-то так вот определили за такую маленькую пенсию. И мне трудно было понять вообще, куда я должна двигаться. И слава богу, слава богу, мне позвонили и сказали, что есть другая возможность. И вот эту возможность я рассматривала несколько лет. Это было несколько компаний. И каждый раз, когда я выезжала на какие-то события, на двух компаний, знакомилась дальше с маркетингом, по-моему, с ликогостом, мне только полнослуживали. В предпоследней компании меня просто кинували. Я была главным менеджером в родах Абабиска, по-моему, это была очень интересная тема. И я понимала, что, а сама-то идея сетевого маркетинга мне нравилась. И я понимала, что я должна дальше идти, должна дальше рассматривать, искать, но не может же быть на рынке сетевого маркетинга вот такое кидало. Оно же должно быть честным. И вот можете себе представить. В 2003 году, в апреле месяце, раздается звонок. Говорят, вы знаете, вот там вот как раз рассказывают историю про воду. Вы знаете, вот эта вот фраза ключевая, вода, потому что я как врач понимала, что вода – это все. Я побежала туда. Я побежала туда, я услышала, я увидела Марину Федоринку в черном. Вы знаете, что это бомбическая просто информация. Я поняла, что я сюда пришла, но у меня все-таки, знаете, как внутри, думала, ну мало ли там что они говорят, там показывают, да, но я должна убедиться. И буквально через три недели, через три недели я поехала в Москву, потому что было заявлено какое-то событие. Причем для этого события надо было выполнить промоушен. Я об этом не знала, у меня просто было желание. Я села на самолет, купила билет, у меня не было никаких приглашений. Я пришла, я знала, что Маражевская шоссе 32, корпус 2, чтобы дал комплекту. И я пришла туда, и говорю, вы знаете, я такая растакая, я приехала из Хабаровска, дайте, пожалуйста, мне возможно, участвовать в событиях. Нет, нельзя. И я, конечно, когда села на машину, я поехала туда, где проходят эти события. Все вошли, как бывает, с детки. Да, где кого-то слава богу. Вот, и я приехала туда, встала прямо на крыльцо, и стала кричать, дайте, пожалуйста, мне билет, у кого лишний. На самом деле билет лишний нашелся. Тогда еще билеты продавались за 200 долларов. Я вышла в зал, под другим именем, Евгений Кравчук, кто еще не знает, что здесь стоит. Хорошо, что это было такое среднее имя, то есть кто-то это мужчина, кто или те женщины, то есть кто-то едет кравчок. И потом я вот это все увидела. Я увидела Марину Федоренко. Я подошла к ней и сказала, Марина, а вот я такая растакая, она сказала, Мариня, подойди ко мне позже. Я подошла, и она мне все объяснила. Тут же позвала Зинаиду Деревьеву. То есть я поняла, что в принципе под лежачий камень вода не лечет. Мы сами делаем свою судьбу. Если мы сидим на Дальнем Востоке за 11 тысяч километров, 13 тысяч километров от того места, где все случается, значит, надо туда ехать. И надо смотреть, надо убедиться. И когда я увидела президента, это было, знаете, как в доступе предыдущей кампании, это были, знаете, как запреты, это было, знаете, недосягаемое такое, ну, как бы там вообще, ограничение такое. А здесь я могла бы, знаете, познакомиться, поздороваться по-человечески. Я увидела, я увидела, что это эта кампания с человеческим лицом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И с тех пор я не пропустила практически ни одного события. За первые два года я официально посчитала для себя, слава тебе, Господи, я была девушка не бедная, я истратила. Я вас не пугаю, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть практически квартиру на моей поездке. Но я знаю, что это было вложение в меня, в себя, потому что это мое убеждение, это моя святая вера в том, что это сетевой маркетинг. Уважаемые друзья, если вам кто-то что-то говорит для того, чтобы быть уверенным, надо себя сделать. Но мы себя можем сделать только там, где есть люди такие же, как я. Это вот такая вот моя история. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотим пригласить новую систему и нам, дорогих экспертов. И я прошу всех этих людей сразу, вместе, потому что у нас разные события и наши люди. Пожалуйста, друзья, мы сегодня вступим на какую-нибудь побычу под названием ВОЛНА. И все начинается с этой ВОЛНА. С этого события, ну, не скажем, что местечковое, но оно касается наших регионов. Именно отсюда, здесь, начинается наше прозрение. Здесь мы можем нормальный педагога принести, мы можем принести соседок. Мы все можем позвать на эту ВОЛНУ. И сегодня, вот на этой сцене есть Ирина, которую, наверное, ты сейчас расскажешь, как изменилась твоя жизнь, когда ты попала на это событие. Ирина Светкина, мастер-компания. Не смотрите, что нету, что она будет, она будет, как она. Добрый день всем. На самом деле, действительно, все немного говорили, что жизнь, она делится на до и после. На самом деле, да, у меня был опыт сетевой компании, и когда мне предложили второго року, я сказала, как? Ну, сейчас я с вами делаю, для вас я немножко такой промоушен делаю, что после обеда я буду выступать без знания мастера и интересная очень история, поэтому приглашаю вас всех послушать. Так вот, события. На самом деле, события, это один из очень важных инструментов в нашем бизнесе. И если кто-то из вас сегодня принял решение состояться здесь как лидер, я вам очень рекомендую научиться приглашать людей на подобные мероприятия, потому что именно на этом мероприятии, все-таки, я не знаю, как меня сюда затащили мои наставники, не помню, что они сказали, наверное, я еще плюс была в зоне поиска, потому что я понимала, что сетевой бизнес, мультилевл маркетинг, это вообще шикарная возможность для любого человека, и я все-таки, наверное, пошла в разведку, я не упустила этой возможности. И на самом деле, у меня действительно на волне произошел такой инсайт, и я решила здесь усталяться. Но это опять я ухожу в свою историю, отвлекаюсь. Так вот, события, это индикатор отбора ключевых людей. Когда вы начнете приглашать своих людей, они уже начнут отбираться. Если человек говорит «да», это уже надежда, что он ваш ключевой человек, он будет строить бизнес. Дальше, после мероприятия есть такая статистика, действительно, часть людей будут рваться в бой, это будут ваши ключевые люди. Часть людей останутся потребителями. Равнодушных не останется однозначно. Поэтому работайте обязательно на эти события. Приводите, приносите людей как хотите. Одно событие заменяет полгода обучения. На самом деле, действительно, если вы уже заметили, здесь дается такой платье информация, что за эти всего два дня вы приобретаете такое багажнание, которое, конечно же, вам пригодится в построении для бизнеса. Первое событие старт вашего бизнеса. Я немножко уже затронула эту тему. Действительно, я на своей волне приняла решение состояться в этом бизнесе. И что еще хочу сказать. На этом событии у вас появляется вера в себя. Потому что вы слышите истории разных людей и вы понимаете, что если она смогла, он смог. Я тоже так смогу, я даже лучше. У вас появляется вера в компанию. Потому что вы понимаете, какие люди стоят здесь у руля, и я все-таки скажу, что Леонид Августович Лак, президент компании, вчера меня поздравил с днем рождения. Вы представляете? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я поговорю, у меня немножко позже. У нас уже было это 12 часов ночи, и это прям было вообще для меня как громский ясного неба. Но он знает, почему он был. Даже в 12 часов ночи мне можно звонить, потому что я с ним до этого общалась. У нас было 3 часа ночи, он удивился, Ирина, вы же с Дальнего Востока, вы что, почему вы не спите? Я говорю, я работаю с Запада. И поэтому он спокойно мне в 12 часов ночи позвонил и поздравил. Это я к чему, что под лежачей камень вода не течет? Дальше. Да, еще что вы, если вам всем раздали блокноты, да, у всех блокноты есть? Вот те, кто сегодня, кто сегодня первый раз на подобное мероприятие, поднимите руки. Замечательно, я вас очень поздравляю. Возьмите сейчас блокноты и ручку и напишите, пожалуйста, вот сейчас, сейчас объясню, что от моего первой волны и до признания, я вообще сегодня второй раз на первом мероприятии, до второго прошло 2 года от принятия решения. И сегодня я буду признаваться мастером, то есть за 2 года моя жизнь изменилась и доход от нуля, я смотрю, сегодня все нестесняли, я тоже скажу, 140 тысяч рублей за 2 года. Я женщина в декрете была. Я обожала детей, и все родные. Поэтому, и так тоже можно, поэтому возьмите ручки, блокноты и напишите дату, каждый свою дату, то, что у каждого свои. Кто-то, сейчас вообще мастером становится, за полгода, пишите, что я в такого-то числа, в такого-то года признаюсь на сцене, на мероприятии, неважно, какое-то мероприятие будет массу, признаюсь, стать, то есть я советую мастер, 20 тысяч баллов, это минимум. Да, это вот самое там, как Настя Свердиченко любит говорить, самые плюшки с этого уровня начинаются. Дальше, вы пишите и слушайте события, а, инвестиции в себя. на самом деле вы здесь получаете такой багаж дань, то есть это самые лучшие инвестиции, вы становитесь здесь профессионалами, потому что вы учитесь у профессионалов. Чем более профессионально вы будете, тем быстрее будет расти ваш бизнес. И последнее, событие, это инструмент масштабирования бизнеса. чем это каталитетическая прогрессия. Вы приведете, вы приведете вашу задачу привести сюда людей, а лидеры, они сделают за вас очень много работы, они научат ваших людей, они с вашими людьми сделают бизнес-партнерами. И они уже выйдут готовыми людьми, которые будут строить частную часть вашего бизнеса. И в завершении хочу сказать слова Джон Рокфеллера. Я предпочел бы получать доход от одного процента усилия ста человек, чем от ста процента собственных усилий. Сейчас вы знаете о том, что мы вернулись буквально большой командой в Россию, вообще на земной шар из поездки, которая под названием «Золотые без золотых». То есть сюда могут попасть люди только с золотого директора. Я потом скажу, что несколько изменилось у нас на сегодняшний день. Скажем вот это планочко. Если вы сегодня золотой директор, в прошлом, то вы должны уже повысить до узборода. Запомните это, чтобы потом не было разочарование. Те, которые новые, золотые директора, они, конечно, могут поехать в следующий раз, который будет у нас осенью. Так вот, здесь, в этом зале сидят несколько очевидцев этого совершенно удивительного события. И я хочу дать слово Молчановой Светлане, партнеру, которая прилетела специально для того, чтобы поделиться с вами, с Сахалина. Добрый день. Можно я начну свое выступление с вопроса. Кто любит получать подарки? Мы. А если вам их дают, вы их будете отказываться? Нет. Так вот, эти мероприятия, знаете, у меня от них побочка, сразу скажу. Я сказала, какая-то сентиментальная, вообще такая я не была. Вот реально. Это у меня побочка от этих наших мероприятий. Остальное все замечательно. Ну, начнем с того, что золотые для золотых. Я вообще не думала, что со мной там произойдут какие-то непонятные изменения. Знаете, что я хочу вам сказать? Когда мы зарегистрировались с моим мастером Оксаной Губновой билет, для нас зарегистрировали, у нас вдруг получились места 10А и 10Б. Что такое десятка? Я вам скажу. Это удача? Это какое-то преимущество перед всеми цифрами 10? Если вам интересно, загляните в номерологию и посмотрите, что такое десятка. Я говорю Оксане, короче, у нас с тобой зеленая дорога. Она говорит, да ладно. Садимся с ней в самолет справа, а в себя. Заня все Менченко, золотые мастера. Она говорит, свет, это что? Я говорю, не то ли еще будет. Приезжаем с ней в отель в 2 часа ночи. Нас только должны заселять в 2 часа дня. У нее день рождения. Я ей пою песню, как я безгутую. Пошла к золотого коктеля, подходит компания к нам. Девчонки, вы что поете? День рождения отмечаем. Двоем? Двоем. Можно к вам? Присоединились. Понимаете, через 40 минут к нам подходят и говорят, ваш номер свободен, можете заселяться. Она смотрит на меня. Я говорю, так бывает. Я говорю, подожди. Заселяемся. Раскладываем все вещи. Девочки, вот мальчики, девочки, не поверите. Стук в дверь. Шесть утра. Заходят, приносят нам торт. У нас балкон с видом на море и внутренний дворик, где все бассейны, мы, значит, с ней вышли, пьем кофе, встречаем с ней закат, рассвет, рассвет. Я говорю, Оксана, вот это твое день рождения. Дальше, больше. Смотрим с ней весь план, который у нас запланировала компания на эти дни. У нас работа с модераторами. Их столько было много, и можно себе представить, я 50-й группе. Чудо я так меня потрясывала, и я смотрю, у меня модератор, знаете, кто? Тонкая, утонченная, которая всегда слушает, открыв рот, думаете, кто? Догадайтесь в трех раз. Аиша. Татьяна Шаманюк. Я пишу, Боже, Вселенная, вот оно, а дальше больше. Оно все покатилось, как снежный ком. Вы представляете, просто мы идем с Оксаной по залу, сидит Зинаида Сергеевна Деревьева, разговаривает с Аишей, они уже заканчивали разговор, и она машет рукой, идите сюда, садимся, она говорит, ты кто? Я, я, Молчанова, Светлана, Соколина, садись, есть тетрадка с тобой? Есть. Она нарисовала все те кружочки, которые, наверное, она, ну, есть, наверное, в зале люди, которых она рисует. она сказала, Светлана, твой партнер, мужчина, будет еще один. Я говорю, нет, у меня мужиков. Один муж, который ни во что не верит, пьет потихонечку, но не верит. Да, вы знаете, что самое интересное? Когда я сюда собралась, он мне говорит, я с тобой поеду. Я говорю, ты должен быть зарегистрирован, ты партнер мой должен быть. Он говорит, а в чем проблема? Вы представляете? И вот это событие, я, знаете, оно, наверное, перевернуло просто вот мою жизнь на 160, 180, 360 градусов. Знаете, почему? Когда я сидела в зале, представляете, наши мастера танцуют. У меня слезы бегут, они танцуют, музыка такая веселая, Женя танцует. Вы знаете, я обалдела. Я стояла, когда они танцевали, я стояла стоя, не знаю, чего он мне поднял. Понимаете? Вот она стала и стою, а самка мне так дернула, как садись. Мы целый день, практически у нас получилось так, что мы идем с пляжа, и мы целый день попадали так, что мы встречались с нашим президентом. Сначала мы с ним на пляже поели, потом, значит, мы с ним побеседовали. Минут, наверное, сорок прошло, мы опять с ним встречаемся. И знаете, я обалдела от того, что вокруг тебя такие люди, которых ты, наверное, увидела только где-то, вот сейчас, сейчас у нас все идет в онлайн, да, и я их видела только на экране, а вот они живые. Наталья Васильевна рядом, Татьяна рядом, пляж. Помимо того, что мы занимались, занятий было много, обалденные занятия, обалденные просто, но у нас было время немножко отдыхать. Представляете, мы на пляже, и серебряный мастер компании дарит мне шляпу, которая идет для лучших всех. И я в этой шляпе приезжаю домой, я лечу и на Сахалине в самолете, на Сахалине дождь, и я выхожу и в этой шляпе. Саша мне говорит, ты чего, балдела в шляпе? Я говорю, я здесь не буду снимать, дня три, потому что мне подарит зебряный мастер. А это была Ольга Кандыба. Представляете? Знаете, и когда я стояла в зале, нас награждали золотых директоров, я попала в топ-десятку золотых директоров, сама не понимаю, как я туда попала, но я стояла на этой сцене, и мне не нужно было что-то рассказать о себе. И Галина Шири говорит, Свет, ну там буквально два-три слова, и когда я сказала, что я полковник внутренней службы, знаете, мужская половина зала загудела. И когда президент был на сцене, он сказал, если к нам приходят такие девчонки, значит, у нас все в компании, будет замечательно на долгие-долгие годы. Это много вас стоит, и поэтому, знаете, сегодня со мной приехал, я была на первом событии вообще одна. Влада, ну, наверное, все знаете, да, она меня восемь раз затаскивала обратно в зал. Я уходила, я ничего не понимала, мне было неинтересно, я системный такой человек, да, с одной из дверины, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, представляете, 26 лет в органах, и поэтому она меня затаскивала периодически. На восьмой раз я решила точно сбежать, и меня выловила Наталья Васильевна. Они мне посадили, меня посадили, сели с двух сторон, и они меня просто продержали на этом событии, и я уехала. Сегодня на нашем событии со мной приехало уже девять человек, включая моего мужа. Понятно, по мне, да, они отменились на это. И причем молодые девчонки припевали со своими мужьями, которые тоже в моей команде. И самое, что интересное, я так и думаю, муж ушел. Я не знаю, от чего он ушел, побоялся, побоялся, да. Вот. Я думаю, знаете, просто хочу сказать, вот верьте в себя, верьте в то, чем вы занимаетесь, и, конечно, события это то, что перевернет вашу жизнь. Что перевернуло мою, оно однозначно перевернет вашу жизнь. И скоро осень, скоро золотые для золотых, и мы замечтали, мы прописали, мы всей вот этой командой, которые приехали сюда, мы едем, верьте верьте. Уху! Верьте, у нас в событии не выдержались. Компания сделала так, что, в принципе, это действительно рабочий инструмент. Для чего? Ну вот, допустим, вы учитесь в институте, у вас же бывают сессии, у вас же бывают какие-то экзамены, вы проходите какие-то предметы. И вот на событиях там выступают профессора. Вы можете спросить? Мы же должны послушать вот этого профессора, чтобы понять, вообще, где вы есть. Следующий знакомый, который у нас есть в компании, это форсайд. И об этом расскажет человек, который неоднократно был на форсайде. Сколько у нас было форсайдов за то время, пока мы сидели дома? Два. Два? Три. Три? Три. Три форсайда. Три форсайда, и ты прошла уже без сердца, Вера. Я прошла. Да, поделись, пожалуйста, как успех. Сейчас скажу два слова, да. Когда меня Катя попросила, Аля говорит, надо ехать на золотые для золотых. Это было еще вот когда-то пандемией. Я быстренько сделала золотого директора, но случилось так, что включилась пандемия. Все. Для меня шок. Я человек земной, материальный, я люблю потрогать, пощупать, а здесь все переводят онлайн. Для меня онлайн вообще не воспринималось никак. По честному скажу, есть такие динозавры, как я? Есть. Отлично. Вот, то есть вообще никак. Я не слушала, нет, я слушала, я старалась опять собрать команду, чтобы мы включили у нас на кухне телевизор, собрала своих коралловых сестер, они здесь слова, потому что мы очень дружим в Коксомольске с параллельных веток. Мы организовывали это онлайн. Ну, онлайн мероприятие, но оффлайн общение. Но это заканчивалось так, мы посмотрели, тут же обсудили, посмотрели, обсудили, ну, как бы работа такая шла, понимаете, но сильно не включала, по-честному. я скажу, что вот посмотрели, обсудили, сильно не включила, но последний форсайт, то есть цели были прописаны, мечты есть, понимаете, но нету вот этого такого, что что-то должно включить, и вот он у нас форсайт, который был в феврале месяце. И волею судьбы, я не знаю, я догадала это, я себе прописала, едут в Коксомольск мастера, Росликовый, Павел, Евгения и Екатерина, и они говорят, Альфия, форсайт, мы будем смотреть вместе. Я такая, о, как классно, представляете? И вот здесь началась, начала такая большая работа, мы включили монитор, мы сели, мы, и действительно, мы, я вот, допустим, увидела, уже увидела осознанно на экране тех людей, которые дают, возрастные люди, которые умеют, достигли своих результатов, я тоже подошла к пенсионному возрасту, для меня это страшно было, что пенсия там 12 тысяч рублей, и вот я включилась именно на форсайте 21-го года, в феврале. Началась очень мощная работа, здесь уже не с девочками, с коралловыми сестрами, а здесь уже с мастерами, они смотрят вот сюда, мы смотрим туда, и идет такая мощная прям работа, ребят, я динозавр, но я после этого включилась, честно говорю, когда мамочка троих детей рассказывает, что она умеет, сделала, вылечила, не вылечила, помогла своим детям остановить здоровье, и при этом еще зарабатывает деньги, у меня вообще вот такие глаза, когда рассказывает мамочке про семейный бизнес, вот это меня вообще щелкало, щелкало, так что я такая, я была тоже на золотых для золотых в Египте, и такая приехала уже, и очень такая хотела, я говорю, Катя, почему мне не дали тему золотых для золотых, я же вот материальный человек, я же люблю все пощупать, а вы мне даете это, ну, я говорю, просто расскажи про себя и как это было, и вот здесь началось такое, что, понимаете, да, цели есть, но они у меня были какие-то там материальные, честно скажу, и здесь началась работа, ты для чего здесь, ты зачем, вот мы со своими кораллами и сестрами, мы так думали, что это так все весело, а тут началась работа, и я после этого просайтинга, я не спала ночь, и на утро я Кате позвонила, Катя, я знаю, для чего я здесь, представляете, она такая, ну, наконец-то родила, честно скажу, да, это все связано с семьей, да, семейный бизнес меня очень подстегнул, зацепил, и вот на следующие золотые для золотых приняла решение, мы поедем со своей дочкой, дочь моя сегодня здесь, приехала со мной на волну, и включила на окна онлайн, онлайн мероприятия, поэтому, ребят, не бойтесь, это все реально, это все по-честному, там, там живые люди, там все рассказывают, даже если это просто на мониторе, то есть, вот, поймайте вот эту вот искорку в глазах, и вот, просто, полюбите себя, и всю нашу коралловую семью. Ну, вот, следующий эксперт, у нас будет говорить о форуме, вы знаете, о том, что первое событие, на которое я попала, сейчас оно называется форумом, то есть, развод, компания устраивала вот такие вот собрания великие, сначала это называлось просто семинар, события, там, поляна, а сейчас это называется форум. Это событие компании. За какой-то отчетный период, за год, где собираются люди, что я себе возле малыша. Ну, это тронечка Кандыба, любимая. Она сейчас вам расскажет такую историю о себе короткую, где она включилась. И многие люди, которые приезжают к вот такие вот события, где 50-50 человек сидит в зале, и что-то происходит с твоим сознанием, что-то происходит с твоей физикой, что-то происходит с твоей клеточной структурой, когда ты просто переключаешься, что-то в себе включается, новое сознание. Олечка, тебе слово. Я пришла в бизнес в 2017 в новом месяце, форум уже прошел, и следующий форум был 2018, и мой наставник сказал, надо ехать. форум, я сама хотела поехать, я много слышала, и как-то мне хотелось, у меня уже было много партнеров в Хабаровске, они ехали на форум, мне хотелось их увидеть, обнять, увидеть наставника, обнять. я взяла с собой еще двух человек, собрала последние деньги, как мы туда добирались, мы ехали на Блоклакаре до Москвы, и вот заходим мы в Крокус-Сити, в Крокус-Сити был форум, там такой огромный холл, там так много красиво одетых людей, и они все улыбаются, они такие счастливые, я на них смотрю и думаю я тоже так хочу, а дальше были выступления мастеров, вы знаете, я уже приняла решение строить бизнес, но у меня были сомнения, мне было 49 лет, и я думала, ну наверное уже поздно начинать что-то новое, вот у меня это как-то гложило все равно, и вы представляете, выходит на сцену Сергей Зотов и рассказывает свою историю, его сократили за 4 месяца до пенсии, я прикинула, это 59 с хвостиком, и вот он стоит в золотой массе, я тогда подумала, а мне так не уже 49, а всего 49, и я все успею, у меня все впереди, понимаете, каждый услышит свою историю, там вот какой-то ответ на свой вопрос на какие-то вот эти возражения, чтобы я разволновалась и забыла, что еще хотела сказать, а, еще знаете, я слушала историю мастеров, и я видела, как их награждал и поздравлял сам президент, я сидела на балконе, там билеты были потешевле, и висели вот такие два больших экрана, было видно лица, я видела, как он их поздравлял, но это было искренне, и вот я тогда поняла, что главная ценность это программа виталина, про тут я уже очень хорошо знала, получила много результатов, и тогда я решила, что я в этой компании навсегда, поэтому если есть возможности, проходят какие-то события, обязательно туда езжайте, вы очень много для себя там получите, и придут ответы на все ваши вопросы. Благодарю Спасибо. Спасибо. И вообще не все, наша линейка событий не заканчивается, но это уже, знаете, как аспиратура, не знаю, там еще сейчас вот эта линейка есть, когда человек достигает определенного развития в коралловом круге, то есть еще события для людей, которые достигли ранга серебряной мастии плюс 20. И тогда открывается еще одна дверь в совершенно удивительной информации. И у нас такая была возможность весьма побывать на таком событии. Вот у меня, например, голову слесли. Я сидела просто, я вроде бы как сидела дома, с другой стороны я была там, и такое ощущение, знаете, как на стерке с каких-то граней, я понимала, что я с ними. И там столько информации, то есть вы не представляете, что каждый раскрыл свою душу и поделился. И вот Таня Шаманюк, да, посолебанный мастер, которую я очень люблю, сейчас вам расскажет. Она очень системный человек. Я горжусь тем, что есть Таня Шаманюк в моей жизни. Благодарю тебя, Танечка. Спасибо. 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 Друзья, вы сейчас услышали удивительные истории. Это не просто истории про события, это истории про жизнь людей. Когда мы приходим просто на волну, едем на золотые для золотых, форсайт, форум, и от события к событию мы меняемся. Вот, посмотрите, цепочка ближайших событий компании на год. Сфотографируйте, запишите ее себе. Но мне выпала честь рассказать вот об этом событии, которое будет осенью. Впервые в компании прошел тренинг экстра, куда можно было попасть, достигнув ранга серебряной масти. Друзья, вот кто сейчас директора? Поднимите руки. просто директора, серебряные директора. Вот, друзья, спасибо, что подняли руки. Вот вы уже сейчас прямо здесь поставьте себе как одну из целей попасть туда. И знаете, у нас мастер открыла серебряного, чтобы попасть на экстра. И это было сделано под это событие. Почему там надо быть? Что такое экстра? Экстра тренинг для серебряных мастеров? Ну, вы увидели, если человек даже на золотые не всегда готов воспринять информацию, ну, сложно, опыта маловато, открывается все постепенно. Так вот, здесь на экстра тренинге для серебряных мастеров вы, пройдя путь, что получаете? Друзья, это огнем самым эффективным сетевым опытом наших топ-лидеров. Выступают только те, кто активно растет и развивается. Те, у которых большие товарообороты. И те, кто от всей души делится, как сделать так, чтобы успешных, состоятельных, богатых партнеров компании было больше, независимо от того, в какой ты ветке находишься, кто у тебя верши стоящий лидер. А поскольку за твоими плечами опыт, ты каждое слово ценишь на вес золота, до того, что ты понимаешь, что за каждым словом стоим. Очень эффективные инструменты, личные истории. Но, что еще? Открывал экстра Леонид Агустович Лак, президент. Для меня это была удивительно потрясающая речь. Он говорил это программная речь. Она прям, мне кажется, дорогу проложила на годах вперед. Еще в этом это уже побочка, видимо, синтитальная, просто, знаешь, круглые точки. И при этом, я хочу сказать, там дается четкая бизнес-система. Мне это очень важно. Мне надо понимать, делай раз, столько, делай два, человек такой, делай три, бонус такой, наш бизнес простой. Вот там вы все получите, на этом экстра. Но это еще не все, друзья. На экстра тренинг приглашаются экстра спикеры мирового масштаба. За час работы, которой люди в мире платят очень серьезные деньги. Летят к ним через весь земной шаг, чтобы послушать. И в этот раз на экстра тренинге был Патрик Квинн. И он обучал лидеров стой тейлингу. Профессионально, грамотно. То есть это обучение, которое компания дает нам берите, используйте, развивайтесь. Скажите, это супер обучение, это супер забота компания своих лидеров. Там была еще и групповая работа. групповая работа с параллельными структурами, где идет обмен опытом, это очень ценно, можно так пообщаться, позадавать вопросы. Потом была работа в своих родных структурах, где ставились планы, цели, и можно было скорректировать движение, перспективу развития. Это очень крутой бизнес. Друзья, это такой классный бизнес. И в нем есть и стратегия бизнеса, и тактика бизнеса, и кайф бизнеса, здесь есть все. И здесь на этом экстра. Впервые однозначно вот так, ну, разговоры в куларах ходили, было объявлено о том, что в компании как это открывается, правильно что-то сказать, да? Сал славы. Мы такие, ну, как сал славы, друг? Вообще лидерах компания очень заботятся о лидерах. Ну, сал славы, что такое сал славы? Признание есть, маркетинг денежный, развиваться можно, пожалуйста, то есть на любом уровне, но компания еще хочет сделать так, чтобы каждый, кто прошел этот путь, он же не всегда розовесый по-моему нас, правда? Вот мы когда идем, вот девочки разговаривали, и мальчики тоже, ну, не все всегда сразу получается, но есть те, кто прошел, кто дошел, кто не свернул, кто развивался, кто прошел это все, и понимаете, вот такое признание от компании, а уж компания, поверьте, она может так искупать признание, как ты даже никогда не думал, я думала уже, ну, мастерские каникулы это вера признания, я думала, ну, что еще, ну, компания подарки давит мастерам, классные, которые мы ходим, все с чемоданом недовольные, сейчас вот украшения, но мы все, кто хочет быть золотыми мастерами, мечтаем о перси, вот раньше будут персни золотых мастеров, видели, шикарные, ну, потом, как-то эта традиция ушла, там будут персни, там будут какие-то украшения, там будет не просто стиль жизни, а компания мастеров прям приучает к уровню жизни качественному, вот прям, понимаете, хочешь, не хочешь, вот тебе машина, такая премьер, как правильно называется, вот это вот, да, премиум класса, там, квартира, нас прям подтягивают под эти уровни стандартной жизни, там, другое ощущение, это прям, ну, лакшери, кому это вот интересно, то есть это будет лакшери, но это же, понимаете, туда каждый может попасть, каждый, кто захочет, ну, и, наверное, это не вопрос про деньги, и это не вопрос про, ну, вот, про такое, да, про почтение, это про другое, про то, что человек смог, про то, что он это сделал, потому что за каждым человеком, кто попадет, стоят сотни тысяч измененных судеб, сотни тысяч измененных судеб, здоровых детей, счастливых семей, обученных в лучших школах мира, детей, внуков, внуки, которые побывали в Диснейленде, то есть за этим стоят счастливые, дружные семьи, за то, что эти люди, кто прошел и сделал это, они вдохновляют своим примером тех, кто пока еще только начинает, скажите это достойно, и компания, вот, о таких вещах делится с лидерами на экстра, друзья, кто сейчас в бриллиантовом директоре, вы уже сегодня можете поставить цель, чтобы 11-12 сентября там быть, для этого поставить себе вот такую задачу открыть ранг серебряного мастера, можете там подтвердить, загадайте, замечтайте, сегодня это можно все сделать очень быстро, и когда вы пройдете через линейку событий, вы услышали, не пропуская ни одного, вот, вы зашли сюда, вышли другим человеком, это однозначно, и поймете, это может быть даже не сразу, а ваши близкие группы точно скажут, что ты приехала когда ты не такая или где-то, то вы легко попадете на золотые для золотых, учатку на экстра, у меня просто в голове золотые для золотых, говорят, там так мало мест, надо успеть туда попасть, я уже срегистрировалась, уже срегистрировалась, мастера уже регистрируются, написала в чат, быстро регистрируйтесь, пока писать разобрали, и на экстра тоже стоит быть, фотографируйте книги событий, участвуйте, развивайтесь, будьте счастливы, используйте, это бизнес-технология на самом деле, такая вот простая, есть у нас событие, твой бизнес растет, твой бизнес растет, есть ключевой вопрос, хотите я вам его скажу, когда я его услышала, я так всех своих партнеров учусь, сама себе его задаю, хотите вы этот вопрос, как себя, и так, сколько людей, и скольки веток вы везете на события, мастера улыбаются, потому что мы именно так готовимся к каждому событию, сколько людей и скольки веток, летим в самолете, мне первое мнение, Катя говорит, Таня, везу пять человек из трех веток, а ты сколько везешь? Меньше. Да? По-настоящему. Я говорю, три ветки везут, думаю, так, надо шевелиться-то как-то, по-русски, и вы же, народ, так же, любозит, так побольше. Друзья, я передаю микрофон Наталье Васильевне, спасибо за внимание, и до встречи на тренинге «Экстра». Спасибо большое. Для вас это поднимется в полномередине «Экстра». Но на самом деле, если сегодня и сейчас сидя в этом зале, вы знаете, что магия у нас всегда есть. Кто ли она магия? Сидя ее. Мы девочка, мальчики, мы же родили на этой планете. И в любом случае, если мы сейчас в кругу единомышленников и тех людей, которые здесь сегодня есть, задумываем что-то, напишем, то я вам 150% скажу, что это все случится. Сегодня вообще такой день интересный, я делал это день, и так. Уйду и стараться. Быстро все не нравится. Принимайте решение. Впереди у вас в городе. Поднимите руки, кто зарегистрировался на городах. Кто еще не зарегистрировался на городах? Спасибо вам за то, что вы не постеснялись. Вот у вас есть телефон, приложение есть, берете и сегодня регистрируете. Пускай точка отсчета будет сегодняшнее событие. И точно так же регистрация здесь на золотые, как золотые. Но что надо сделать, чтобы попасть на это событие? На золотые, как золотые. Пинет купить. Золотые что-то? Надо сказать. Золотые. И вырастите. Поднимите. Или золотых. Вырастите, кто-то туда. Поднимите руку, кто поедет. На! Золотые. Сейчас золотые. Поднимайте руку, Саша. Поднимайте руку. Оля, поднимай руку. Оля. Саша. Все, я вас благодарю. Я вас люблю. И подпойте себе предстояр. Если бы каум не отправился в путешествие, где бы вы латали.